Газ на кухне, пылесос, телевизор и утюг. Пусть включает только взрослый наш надежный старший друг. Настоящий праздник подготовили воспитатели и воспитанники Брестского 20-го ясли сада в качестве своеобразного отчета про отдела на работе. Группа, проходящая курс безопасности жизнедеятельности, на протяжении всего года обучалась под руководством сотрудника городского отдела по чрезвычайным ситуациям. В формате игры ребята постигали самый простой и при этом самый необходимый набор знаний, как вызвать службу спасения, как вести себя, если случится пожар. Свои первые успехи они продемонстрировали спасателям города в рамках выступления. Данная группа по безопасности была открыта год назад. И сегодня мы празднуем свою такую хорошую очень дату, которая приурочена именно годовщине открытия этой группы. В этой группе созданы все условия для того, чтобы дети могли спокойно ощущать себя в некоторых ситуациях, в которых они могли бы оказаться. Но так как это все происходит под присмотром взрослого, в специально организованной среде, понятно, что у детей никакого страха за это они не вызывают. Эффективность этой группы подтверждается тем, что дети на сегодняшний день уже знают многие способы, методы, как вызвать службу МЧС, как обратиться правильно по телефону, как все это грамотно проговорить, как действовать в этих ситуациях, что не надо самое главное паниковать. Шуточное представление – это упражнение по социализации и адаптации. Малыши не всегда приходят в сад с каким-то набором знаний, будь то правила пожарной безопасности или простой навык общения. Но через такую совместную работу они учатся быть целым коллективом и познают мир больше. Конечно, когда в самом детском саду функционирует группа или комната безопасности, обучение гораздо эффективнее, оно и воспринимается детьми лучше. И, конечно же, навыки у детей больше, чем если бы это было в другом месте. Сегодня в Бресте в трех детских садах существуют такие группы безопасности. Укомплектованная база учреждений позволяет проводить занятия с малышами интересно и познавательно. А это – залог общей безопасности. Продолжение следует...